Откуда уже у стоимости появилось свойство-потребительность? Это само собой. А вот потребительная стоимость... Это же Мехозич, а вот все-таки потребительная стоимость, это сам товар или только его свойства? Нет. Полезность вещей делает ее потребительную стоимость. Это полезная вещь. Потребительная стоимость – это полезная вещь. Потребительная стоимость и стоимость, она и свойства тоже. Один фактор – вещественная, а другой – вещественная. А свойства? Потребительный фактор – это не вещественная. Это же способность к обмену? Потребительная стоимость. Нет. Это по стоимости понятно, это свойство. А потребительная стоимость – это полезная для людей? Это не вещественные, не вещественные, не вещественные, которые делают его. Так вот это свойства или это сама вещь? Или это… Это сама вещь. Напишено же у вас однозначно. Полезность вещей делает ее потребительной стоимостью. Ее делает не дает ей потребительную стоимость, не наделяет ее потребительной стоимостью. Полезная вещь – вот что такое потребительная стоимость. Спасибо, Михаил Васильевич. Я рад, что Высший Разум занял здесь правильную позицию. Что это правильная? Это ваша, что ли? Да еще вопросы. Ваша ли это позиция? Это оценка… Не знаю, как хочешь. Куда да. Оценка собственная. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Так, товарищи, ну вот уже пятый наш кружок. Хотелось бы начать с комментария, появившегося совсем недавно, под записью нашего последнего занятия. И звучит он так. «Никто так и не понял», имеется в виду члены кружка, «откуда же у стоимости появились свойства терять потребительность?» Вот это вот видно, что товарищ сам не понял такой простой вещи, что стоимость – это не вещь, у которой может появиться какое-либо свойство. А вещью как раз является потребительная стоимость. Полезность этой вещи сделала ее потребительной стоимостью. Откуда берется полезность? Ну вот, скажем, лежал камень в лесу тысячу лет, и был он бесполезен. «А вы мимо проходите и смотрите, что есть на дворе, надо капусту солить. И вот возьму-ка этот камень, его положить сверху. И стал этот камень потребительной стоимостью при этом». Это присущи полезные вещи еще до того, как появился на свете товар, до товарного обращения. И полезность вещи, потребительные стоимости, они будут и при коммунизме, были они при первобытном коммунизме, они сохраняются, пока человек будет приспосабливать те или иные вещи для своих нужд. А стоимость – это уже общественное отношение, которое имеется только у товара. Вот товару, как вещи, которая произведена для обмена и существует только в товарных общественно-экономических формациях, вот там у нее есть такая вещь, как стоимость. А откуда появилась? Ну, оттуда и появилась потребительная стоимость. Вещь сделали потребительной стоимостью отношения человека к ней. Если она нужна человеку, то она и стала потребительной стоимостью. Если старая не нужна, она в помойное ведро пошла. Хотя она, вполне возможно, для кого-то другого потребительная стоимость. И на сварках очень много народу бывает и ходит, использует для себя. Сварка – это вообще интересное место. Много чего полезного бывает. Вот это… Так вот и вещи становятся потребительными стоимостями. Вот. Значит, ну и дошли мы до двойственного характера труда. В процессе товарного производства. Значит, ну, во-первых, с одной стороны, мы делаем конкретный товар. Мы делаем потребительную стоимость. В потребительной стоимости они все качественно разные. И если они будут одно и то же, тогда не будет никакого обмена. Значит, и мы… И тогда вот с этой точки зрения труд у нас… Это что? Специальная… Специальная… Специальная еще есть у Маркса слово начали. Специальная целесообразная деятельность по приспособлению… Эсвоения… По… Природа… Природа. …весь во природы… К определённой человеческой потребности. К определённой. То есть, мы когда шьём всю трубу, тот же самый, да, или ткём хорст… Это мы специальную, некая целесообразная деятельность для преобразования вещества природы к определенной человеческой потребности. Одеть сюртук или там книжку почитать, или на бумагу, чтобы на ней что-то написать было. Это труд конкретный в ходе производства потребительной стоимости мы делаем. Но мы уже знаем, что стоимости у нас обмениваются на основе эквивалента. Обмениваются товары в соответствии со своими стоимостями. То есть в ходе конкретного обмена мы их обмениваем по именовой стоимости. Но мы уже знаем, что эта именовая стоимость сводится к стоимости. Есть некий закон, который угнетает к некой единой величине стоимости. И вот эта стоимость, как вот можно ее оценить? Ее можно оценить человеческим трудом. Но уже трудом неконкретным. А на труд здесь надо взглянуть с другой стороны. С одной стороны, труд – это вот то, о чем мы говорили. Это специальная целесообразная деятельность по приспособлению предметов природы к определенным потребностям. Но с другой стороны, труд – это что? Это затраты нашей рабочей силы, наших мозговых клеток, нашей мускульной силы. То есть это затраты нашей рабочей силы. И вот эти затраты рабочей силы, они совершенно не зависят от того, какую потребительную стоимость мы создаем. И поэтому мы здесь имеем место, имеем дело с абстрактным трудом. Мы абстрагировались от того, что мы делаем. Мы вказываем. А где мы вказываем? Мы канаву копаем или лес валим. Для чего? Мы тратим свои силы духовные и физические. И жизнь свою сокращаем тем самым. Вот эта рабочая сила наша перетекает в изделие труда нашего. Вот это труд абстрактный. Труд абстрактный. И вот таким образом мы видим, что труд имеет две стороны. Это сторона конкретная, которая направлена на создание потребительной стоимости. И сторона абстрактная, как наши затраты рабочей силы. Но тут возникает вопрос. Вот раз конкретный труд, он сильно разный для каждой конкретной потребительной стоимости, то а как тут быть, как вот разные виды труда привести к одному абстрактному труду? И действительно, ведь, скажем, мы пример любимый Маркса, что 20 аршин хорста ткач сменили на один сюртук. В ходе ткачества этих 20 аршин хорста ткач, ну я имею в виду, конечно, не конкретного ткача, а у конкретных ткачей может там производительность как-то плавать. Или скажем так правильно. Общественно необходимые затраты труда ткача на производство 20 аршин хорста, они, допустим, 10 часов. А общественно необходимые затраты труда на пошив сюртука 5 часов. Это вроде как бы получается несправедливость. ткач скажет, что я 10 часов работа, а портной 5, а у портного труд сложный. Вот эта вот сложность труда, она… Что такое сложный труд? А сложный труд, он получается из простого путем его умножения. Сначала Маркс пишет о возведении в степень, а потом пишет, что нет, проще, конечно, просто умножить на масштабные коэффициентники. Ну вот здесь масштабный коэффициент у нас 2 получился. То есть при пошиве сюртука труд в 2 раза получился сложнее, чем труд ткача. Потерила связь со спутниками. Ужас. Вы кому наши лекции выкрадываете, товарищ Геннезов? ФСБ. ФСБ через спутник не надо, но тут рядом. В 2 км. Тут ничем не ФСБ. Это самое. ФСБ это наши. В связи со спутниками просто нам. Ну, то что ваши… И Сената, СРУ, и ФСБ сидит. А это по-настоящему. Не напрягайтесь к словам, вы можете свой спутник, ФСБ гадом сидит. Так же не надо тут. Вот видите, вы потеряли, а он восстановил. Вот. Серой воли. Так вот. И получается, что абстрактного труда, или простого среднего труда, как говорит Макс, и ткач, и портной затратили одинаково. А вот по времени они трудились в разное время. И у портного труд более сложный, чем у ткача. А где возникает вопрос? А где этот сложностимер? Кто сказал, что у портного… Где этот сложностимер-то? Нет, его. Есть, есть. Но сложность-то, она приведена. Если ткач начнет возмущаться и говорить, с какой стати я продукт своего 10-часового труда, а буду обменивать на труд твоего 5-часового, то иди, партнер скажет, иди, ищи, где дешевле. И ткач пойдет туда-туда-туда-туда, и нигде он не найдет сюртука за дешевле, чем вот есть никакие. Ну, конечно, тут плюс-минус в каких-то конкретных сделках на кого-то там ткач наорет, это самое и возмутится, и тот ему под воздействием продаст. Это понятно в каждом конкретном случае. Но вот это выравнивание все время идет. И кто этот выравниватель-то? В смысле, кто выравниватель? Кто приводит все вот эти миновые стоимости к одной величине? Закон стоимости. Вот закон стоимости, он и устанавливает вот этот вот коэффициент масштабный, что труд Портнова в два раза сложнее труда откачает. То есть Портной знает закон стоимости? Портной не знает закон стоимости. Но Портной знает, что если он выйдет со своим сюртуком на рынок, где, на которую он затратит пять часов, то непременно он ткачу ни одному, ни другому непременно продаст сюртук за 20 аршин Хорста, который Портной ткает 10 часов. Это вот закон стоимости так работает. Почему? Потому что выучиться, что значит стать Портным? Это значит выучиться. Ткать это можно, там мама с папой тебя посадили за этот станок, там и почти учить ничего не надо. А чтобы стать Портным, надо выучиваться. А что значит выучиваться? А носа из станка нет. Если выучиваться, он копейки стоит, его там делают сами. Вот. И, кстати, для пошива сюртука тоже там всякие нужны. Неудачно даже швейная машинка, но там приспособления тоже и лекарства всякие нужны, и то, и все. Вот. Это серый тки, и зарабатывай деньги. А чтобы выучиться на Портного, это надо, чтобы с моралистом тебя отдали на учебу в семью Портного, ты там будешь на него работать, он будет твой труд тебе себе бесплатно присваивать, ты там захарчи, будешь от него всяким побоям подвергаться, особенно по пьяни, будешь там ему помогать по хозяйству, там дрова короть, воду носить. Это довольно сложно, вот, с моралистом попасть в чужую семью, в ученичество, и там, так сказать, определенные муки на этом фоне принять. Поэтому не каждый далеко идет в Портные, и далеко не каждый выучивается на Портного. И поэтому труд Портного, он более ценен. И надо понимать, что в этих вот, тут он пять часов потратит Портной, а сколько он там мыкался в этом ученичестве, которое вроде как здесь не учитывается напрямую, это тут как бы и не учитывается, на самом деле учитывается. Я бы вот еще хотел добавить, что есть наука о поведении, этология, и там прямо, вот если взять учебник, там видно, что все поведение животных, оно все идет с учетом энергетических затрат. И это учет энергетических затрат, он эволюционно оттачивается, если какой-то живой организм не умеет оценить энергетические затраты во всех ситуациях правильно, то он просто не выживает в ходе эволюции, уничтожается, элиминирует. То же самое с производителями на рынке, если им не удается свой труд сделать так, чтобы он был не менее эффективен, чем общественно. Оценка всех энергозатрат просто, которые и раньше на обучении, и потом позже на... По-моему, мы немножко все-таки отвлеклись от первоисточника, нет? Допустимо, допустимо. Значит, вот, и нет, это пока это... Я не в смысле этологии, а в том смысле, что мы сейчас рассуждаем о таких затратах, да? Да. Ну, в принципе, это понятно. Но дело в том, что в обществе, в обществе, эти затраты существуют, но они на поверхности не лежат, и никакой портной ткач не знает. А зачем им знать? Мы еще раз говорим, что это... А у вас сразу получается, что вот есть какой-то измеритель? Нет, это я для красного словца, сказав, что портной может возмутиться. Это я сказал... Вот возмутиться он может, это он и ощущает, что извините, за такие, там, меньше, чем за два саршин, я не готов отдать. И все, иди отсюда, значит... Вот не так. У Макса, ну, если мы почитаем, извините, в «Капитале» написано по-другому, в «Капитале» написано, что человек рождается и уже примерно знает, сколько стоит аршин сертука, ну, определенном этапе производства, и сколько стоит там сертука и 20 аршин. Прямо когда рождается, когда он познает... Он не познает. Откуда берется вот это, сколько стоит? Кто регулятор-то? Регулятор-то? Это общество, да не рыночные экономики. Да не общество, а закон стоимости. Ну, сформулируйте закон стоимости. Что это? А плюс Б? Миновые стоимости... В таком стоимости? Да. Это определение стоимости общественно необходимыми затратами труда. Определение стоимости общественно необходимыми затратами труда. Иван Михайлович совершенно правильно сказал, с одной стороны, что вот этот процесс сведения, скажем, простого, сложного, регулируется и определяется законом стоимости, потому что это правильно, потому что закон стоимости является основным экономическим законом товарного производства. А с точки зрения диалектики, что такое основной экономический закон? Это исходный, самый простой, основной закон, который лежит в основе всей системы экономических законов товарного производства, соответственно, капиталистического. То есть все последующие законы, более развитые, законы товарного производства, они лежат, ну, пока еще не раз в этом виде, в законе стоимости, поэтому правильно. Но здесь нужно развивать. Ведь обратите внимание, в том разделе, где Марс пишет о том, что простой, сложный труд, это помноженный степень, или как возведенный степень, или помноженный простой труд, как происходит этот процесс сведения сложного труда к простому. Во-первых, за спинами товарного производителя, это раз, это происходит постоянно, а где что значит за спинами, где это происходит? Вот на рынке, это уже более и другие отношения. Сфере обмена, можно так сказать. Ну, на рынке, сфере обмена, да. Это происходит ежечасно, ежеминутно, путем постоянных колебаний. И там это уже регулируется законами, в том числе спроса и предложения, более развитыми законами, в основе которых лежит, повторяю, закон стоимости. Поэтому вы совершенно правильно сказали, вот, просто ну, дальше еще было развивать. На любой вопрос, что лежит в основе, любой категории, любого экономического закона капитализма или товарного производства, если вы скажете закон стоимости, вы будете совершенно правы. Законов так экономических много. Есть законы производства прибавочной стоимости, есть законы, например, тенденции нормы, средней нормы привели к понижению и так далее и тому подобное. Но здесь-то он, вот, в этом случае, где мы рассматриваем простое товарное производство, мне кажется, закон стоимости все-таки он напрямую работает через сферу. Это самая абстрактная запроса. Да он работает. Так у нас здесь самая простая модель. Вот мы рассматриваем, сейчас мы перейдем в следующую, как у нас будет, форму стоимости, да? Да, да, да. Мы выясним, что точно напрямую. Все эти законы работают за спинами товарного производства, за спинами, опосредованно, через головы товаропроизводителя. Да, понятно. Ну а как еще? Вот это есть, что? Через законы того, спрос и предложение работают. В том числе, да, через закон можно, наверное, так сказать. Но в основе которых, вы правы, я еще хочу обратить внимание, лежит закон стоимости. Непосредственно он не может работать. Закон стоимости, еще раз, определяет, что закон стоимости? Это определение стоимости общественной необходимой затратами труда. Мы просто не дошли, мы сейчас, я не хочу перескакивать к тому, что мы должны, так сказать, рассматривать дальше. В товарном производстве стоимость определяется, вот уже дальше, так сказать, по развитию на поверхности, не через рабочее время. И стоимость одного товара определяется не количеством рабочего времени воплощенном товаре, а через потребительную стоимость, через товарное тело другого товара. Я пока это опускаю, чтобы не перескакивать известные ступени, иначе мы рассмотрение, иначе мы запутались. Мы немножко, по-моему, сразу запутались, потому что мы не разобрали вот что, я хочу сказать. Мы не разобрали самые элементарные вещи, которые существуют, так сказать, до непосредственно товарного производства. Вообще, что такое производство, распределение, обмены потребителей? Зачем это нужно? Это не нужно. Вот смотрите, в Марсе, в Капитал, согласно классическому произведению, которому уже 150 лет, и все признают эту цену, он не разбирается. Почему? Вот что Маркс там пишет, вот, например, в Капитале, что он пишет. Это что дальше он пишет? Нет, это он введение непосредственно пишет, что, например, что предмет исследования – это материальное производство, и что речь о производстве может идти только на определенной стадии общественного развития. Это введение, вступление, пояснение. Однако, однако, есть категории, которые общие, да, общие для непосредственно, это самое, для всех стадий общественного развития, для всех форм производства, да, на любом, на первобытном коммунизме, при товарном производстве, при рабовладении, они общие. Но они общие, эти создаются из каких-то конкретных вещей, из конкретных форм производства. Подождите, Татарий Александрович, вы тут немножечко увлите в сторону. Я не увожу в сторону, потому что… Начинается капитал с понятия товар. Вот товар – это клеточка, как сказал Маркс, товарного производства вообще. А что такое производство вообще? Ну, это же производство, это процесс присвоения вещества природы человеком, в рамках общественной формы общества и последствия. Что включает в себя в производство? Потребление включается в производство? Вот откуда потребительное стоимость? Усвоение, процесс усвоения. Что усвоение? Предметов природы, да, включается. В какой степени? В причем тут степень. При том степени, что там, вы мне не даете сказать, там написано, я вот не просто так это говорю, но что написано, что производство, производство, есть присвоение индивидуумов предметов природы в рамках определенной формы общества и последствиям ее. Прямо так мы и сказали. И что он от этого выводит? Что у нас сейчас говорят, что вот при коммунизме не будет собственности, да? Кто такое говорит? Мы такое не говорим, но люди говорят, да, которые не разбираются. А если это непосредственно производство, есть присвоение, то есть есть форма собственности, то есть любое производство существует только тогда, когда есть собственность. Производство без собственности быть не может. Правильно? Нет. Что нет? Это именно так. Вы немножко, так сказать, все-таки не по введению надо начать изучение науки, введение оно для того, чтобы… То есть, введение читать не надо, да? Нет, его прочитать можно и нужно, но оно дает картину в целом. Вот нам на туман картину в целом, по-моему, вот я вот, насколько я понял, вот из наших предыдущих немножко не хватает, мы начинаем путаться. То вы говорили, что не надо скакать, а теперь… Я не говорю, что не надо скакать, я говорю, что не надо скакать с третьей на первую, но если мы к первой вернулись, то есть общее определение, не, например, распределение или обмен, а есть конкретные там, товар, капитал. То есть, товар и капитал существуют в товарном производстве? Нет, не так. Почему не так? Вот эти определения, те понятия, которые вы сейчас остановились, это абстракции общие для всех способов производства. Ну, товар не для всех. Что надо это делать? Нет, товар не для всех. Производство и так далее, освоение. Мы рассматриваем сейчас капиталистический способ производства. И он начинается с первой главы рассмотрения системных, как система, да, развернутых в диалектических категориях и законах. И мы идем. Идем, но мы... Необходимости. Что такое товар, мы говорили, что такое обмен, мы говорили. Сейчас я закончу. Да, тогда извините. Мы будем сталкиваться с этими общими понятиями и производства, и труд. И Марс там позже об этом говорит. У меня предложение все-таки, давайте мы исследуем логики капитала. Значит, если мы будем скакать в эти общие абстракции... Да мы не общие абстракции. Я настаиваю не на общих абстракциях, понимаете? Понятие производства, которое вы сказали правильно, Иван Михайлович, это абстракция. Мы же рассматриваем капиталистическое производство и систему капиталистических производственных отношений. Поэтому надо следовать той логике. Ну мы-то рассматриваем, исходя из каких-то знаний, получается, что мы не понимаем, например, что производство есть в той же степени потребление. Мы же ни этого не говорим. Что производство, это и есть потребление. А надо сейчас знать, то, что мы сейчас изучаем. Нет, вот первый том капитала, вот этот вот, сколько там, 800-900 страниц. Это, как он называется, первый том? Процесс производства капитала. Капитала. Вот дай бог мы до конца года его издали. Какого года? Вы не сказали. Это учебного. А второй том, второй том, он, скажите, немножко потоньше, но не менее сложный в понимании. Как называется? Процесс обращения капитала. Понятное дело, что, когда мы рассматриваем экономику, там есть сфера производства, сфера обращения, сфера распределения и сфера потребления. Ну я к чему хочу сказать. Вот, например, сейчас Иван Михайлович очень долго нам рассказывал, почему, так сказать, про потребительную стоимость. Теперь вы хотите что-то долго рассказать. Нет, ну ладно, я вас слушаю внимательно. Я хочу конкретно, по первоисточнику, а не ссылаясь на коммунизм. Нету в капитале ни слова про коммунизм. Где там про коммунизм написано? Про социализм, в смысле, не про первобытный, а вообще на коммунизм. Это ладно, не в этом дело. И что? Во-первых, в потреблении, значит, продукт в потреблении становится продуктом. Поэтому в этом смысле потребительная стоимость, которую вы хотели овеществить, она не существует, если продукт не потребляется. Это не потребительная стоимость. Вот эта не потребительная стоимость, если они не читают ее. Понимаете? Стакан, из которого они пьют? Не стакан. Не стакан. Мы так и говорили, я в примере с камнем говорю, что вот из жар камня, как его прибрали, так он стал потребителем. Это вы как примеры говорили, а мы говорим как написано. Понимаете, это только один момент. В этом смысле, значит, это первое, влияние потребления на производство. А второе влияние, что потребление, во-первых, сейчас создает непосредственно необходимость в новом производстве. То есть, влечение к производству создает, правильно? Спрос создает тогда уж. Ну, нет. Спрос, секундочку. А производство, например, в свою очередь влияет на потребление. То есть, она рождает потребителя. То есть, первично, а что вторично? Производство первично. Но это на поверхности не видно. Многие говорят, что наоборот, потребление первично. Спрос. И не спрос первично. У Макса четко написано, что первично – это производство. Нет, я… Другое слово вместо потребления. Там нет слова спроса. У него есть потребление. Он четыре рубрики вводит. Потребление, распределение, обмен. Производство. Распределение, потребление, обмен. Производство. Производство. Это первое. Второе – это исходная точка. Это производство. Конечная точка – это потребление. И между ними лежит распределение и обмен. Распределение существует как общественное отношение, которое распределяет продукты производства непосредственно потребителей, между членами общества. А обмен, что нам важно, я считаю, это уже непосредственно удовлетворяет спрос отдельного индивидуума. То есть индивидуумы между собой обмениваются. Понимаете? А распределение, например, при коммунизме, обмен должен быть или не будет? Александр Владимирович, всякое изучение науки начинается так, как он начал, создатель этой науки. А создатель научники начал вот именно вот с этого он начал. С видением он начал. Потому что если вы читаете книгу… Во всяком научном труде есть видение, но наука начинается не с видения, а с первой игровой. Видение – это на то и в видение. Значит, с двойственным характером труда мы более-менее… Нет, это еще понятнее. Нет, там еще влияние производительности труда. Разная величина, стоимость. А-а-а, это что-то я забыл. Совершенно верно. Подождите, Иван Михайлович, давайте к кому-нибудь другому слову дадим. Вот вы спросите, кто готов рассказать, что такое производительность труда, рост производительности труда и какое влияние рост производительности труда оказывает на стоимость. Это будет в соответствии с логикой капитала данной Максу в своем произведении. То есть мы рассказали и попытались раскрыть у Станин Ивана Михайловича практически все, к вам это вопросы. Друзья, приглашаю сам Владимир Иванович. Друзья, я вам уже докладу, по спекту на другое это расскажу. Тогда пожалуйста, кто готов здесь сказать, что такое рост производительности труда? Нет, на чем-то, что такое производительность труда? Что растет, да. Давайте ведущему дадим. Нет, ну что-то говорится. Я понимаю, но я должен... Вы скажите, как понимаете. Расскажите, как понимаете. Вот будет у нас дискуссия. Ну, я не уверен, что я смогу сказать. Да вы скажите, вы. Я этому здесь собрались. Да. Производительность труда – это способность человека производить, скажем, за единицу времени определенное количество потребительной стоимости. И, соответственно, рост производительности труда – это, соответственно, увеличение выхода, так сказать, этого полезного продукта потребительной стоимости, но, однако, не посредством усиления интенсивности труда, а посредством использования лучших технологий, ну, станков каких-то, как-то, словно. Производительность труда не зависит от конкретного отдельного человека, правильно? Это общественное понятие. Да, это тоже… В каком-то смысле? То есть, в какой-то момент, один конкретный человек, если он приобретает какой-то станок, какое-то приспособление для своего труда, то он повысит свою производительность труда. Ну, продействительность труда – это общественная функция или частная? У этого трудяги повысилась производительность труда, но она может повыситься и в обществе в целом. Ну, в целом, что в главенстве? Если в целом в обществе начнут преобладать конкретные данные станки, которые повысили производительность труда в обществе, тогда во всем в обществе повысится. То есть, это не затрата труда, правильно, насколько я понимаю? Производительность труда не есть затрата труда. Это величина обратная затратам труда. Величина обратная стоимости. Можно сказать так. Величина обратная – это единица делить на стоимость. Почему стоимость? Стало что стоимость? Мы делем, вообще стоимость не касаемся никак. Прудоемкость. Вот от трудоемкости. От трудоемкости, да. От трудоемкости стоимость. Нет, конечно. То есть, в чем они так вот различаются? Потому что стоимость только при товарном производстве существует. Ну, это понятно. Мы сейчас товарное производство рассматриваем. По повышению производительности труда, под повышением производительности труда, Макс понимает, любое изменение в процессе производства, которое ведет к снижению общественной необходимости затрат труда на производство товара. Вот так вот получается. То есть, вещь здесь именно об общении необходимых затратах труда? Это стоимость, если это стоимость. Или, может сказать, снижение стоимости. Снижение стоимости товара. Единицы товара. А почему вот все-таки разница между трудоемкостью и стоимостью? Ну, это показатель. Что трудоемкость существует не только у товарного производства. Мы говорим о понятии производительности. Давайте пока трудоемкость, я зря не сказал, мы не будем перескакивать. Ну, почему? Можно и так сказать. То есть, ну, может как, что-то величина обратной стоимости производителя? Чего? Это понятия разные. То есть, их нельзя просто, грубо говоря, разной размерности, их нельзя форму уставить. Понятно. Они связаны, но это... Понятно. То есть, нельзя с комединичку раздельно производить и получить стоимость. Рост производительности труда ведет к снижению стоимости товара. Ну, это в конкретном случае. Если... Если... Товарный производитель, точнее. Общественно полезные... Общественно необходимые затраты при пошиве сиртука стали не 5, а 2,5 часа при внедрении швейных машинок, то стоимость у ртука... 2,5. Пало в 2 раза. В 2 раза. Пало в 2 раза. При... При том же затраченном труде. Да, то есть, теперь... То есть, труд никак не изменился, на самом деле. Ну, в смысле, он изменился, но затраты труда не изменились, а стоимость упала в 2 раза. То есть, все массы товаров произведены. То есть... И поскольку товаров больше произведено, то стоимость 1,5 товара уменьшена. И возрадуется теперь ткач, которая за свои 20 аршин хорста получит 20. Это никто не возрадуется, на самом деле. Потому что это плохо. При капитализме... Вот, при зависимости от труда это плохо. При капитализме, ну, в конечном итоге, плохо для производителя. Как это? То, что стоимость товаров должна падать. Во-первых, вот из этого факта, что вы узнавели... Очень вытекает существенный момент, что с ростом производительности труда, а это процесс объективный и общемировой, я думаю, все с этим согласятся. В смысле, для всех способов производства. Да. Это рост производительности труда. С ростом производительности труда стоимость товаров должна падать. При товаре... Единицы. То есть, единицы. Да, стоимость массы товаров остается... Остается прежней, но стоимость единицы товара, она падает. Совершенно верно. Она должна падать. То есть, производительность труда это для всего общества. Про отдельного откача нельзя говорить, что у него выраст можно. Правильно я сказал, да? Можно сказать. Потому что производительность труда, она зависит не только от оборудования, она зависит от умелости. От навыков. От каких-то приспособлений индивидуальных, которые к своему станку, он, скажем, станочники, они за счет каких-то приспособлений на одинаковых станках работают два человека. Дает, так сказать, перечисляет те факторы, от которых зависит рост производительности труда. То есть, вы сказали, умелость, да? Повышение квалификации раз. Изменение технического состава, изменение техники, повышение его уровня два. Общественная комбинация труда. Да, конечно, организация труда в сильной степени зависит. И потом, вот общественно необходимые затраты труда, их же нельзя отрывать от индивидуальных. Откуда скрадуются общественно необходимые затраты труда? Это, ну, грубо говоря, вот крайне грубо, средне арифметическое затраты труда у отдельных производителей. Так что, если, скажем, один какой-то ткач там повысил производитель своего труда за счет умелости, за счет чего-то, то при этом и общественные затраты труда, они чуть-чуть... Нет, вот вы наоборот... Они будут практически незаметны. Они будут практически незаметны, но от одного ткача, да, если там 10 ткачей переняга его способ, уже будет побольше. Вот вы неправильно задвигаете. Потому что, наоборот, тут общество действует как на индивидуумах, как главный фактор, а не наоборот. Нельзя повысить, взять этих... Да, только так и делается. Только так и делается. Не так. Вот как это... Главное, вот в чем проблема-то, у нас сейчас по телевизору очень много рассказывают, а вот вы повышаете свою производительность труда. Отдельный работник, он никак практически на свою производительность труда повлиять не может. Это общественный процесс. Вот поставили новый станок, да? Как оптимизировали производство там, кооперацию ввели. Вот это да, это повышение производительности труда. А когда его заставляют быстрее работать, это все-таки... Это интенсивность. Это интенсивность. И вы путаете, здесь разные вещи. Я не путаю разные вещи, потому что я считаю, что важно вот это отметить. Это важно это отметить, но отдельный работник может очень сильно повысить и производительность своего труда. И, скажем, в сталинские годы и более поздние, значит, достигали большого повышения производительности труда за счет рациональной раскатки инструмента, за счет еще каких-то чисто вот организации, не вообще организации труда на заводе, а за счет организации своего личного труда. Другое дело, что капиталист, вообще говоря, не может этого требовать от работников. У капиталиста есть специалисты, которые, вообще говоря, он нанимает за деньги, и они ему должны оторганизовываться. Работник, вообще говоря, его обязанности, не входят вот эти организационные моменты, связанные с повышением его труда. Это при социализме, когда люди на энтузиазме были, это было и повышали своего труда на очень большие проценты, на 100%, на 200%, чисто вот за счет вот таких... Раскладки инструментов, что вы говорите, это невозможно. Они интенсивность на самом деле повышают. Нет, интенсивность человеческая ограничена. Извините, раскладки не может на 200% повысить? Она может. Значит, такая была общественная низкая производительность труда, настолько был бардак, что вот... Может быть и так. Может быть и так. Не думаю. Может быть и так в какой-то степени повышать, значит, произойдет труда. И вообще всякое общественное повышение произойдет труда, но идет, конечно, от индивидуального. То есть, с одной стороны, внедряются станки, но это же тоже... Общество – это совокупность индивидуумов. И так нельзя говорить, что вот общество, а индивидуумы ничего. Подождите, индивидуум общество создают или все-таки общество формирует индивидуум? Индивидуум общества. Наоборот, общество формирует индивидуум. А индивидуум – это не разно. Но общество, так сказать, это первичное, индивидуум вторичное. Не существует никакого отдельного производителя вне общества. Не существует, и что из этого? Это очень важно. Это важно, но это не значит, что вы не можете повлиять на производитель труда в обществе. Можете, можете, но мы уходим опять. Вот вы берете вот этот момент и выводите его в голову. Главное наоборот Главное повышение производительности труда Происходит от собственника Средств производства От капиталиста Ни от какого ни от рабочего И от государства Если на простом примере Сидит веретеном нить делает А другой взял Изобретатель не изобрел прялку Быстрее пошло дело Тогда прялка должна захватить Общественное производство А если сразу не захватит То стоимость Никогда она сразу не захватит Она потихонечку захватывает По мере этого снижаются Все необходимые затраты Когда они снизятся Все время они снижаются Все время они снижаются А цена Миновая стоимость В каждом конкретном случае Она зависит от многих причин В том числе от инертности человеческого мышления Поэтому здесь нельзя так говорить А в целом стоимость будет снижаться Это вот Да, да, да Значит мы опять начали перескакивать Ступени Рассмотрения Каталистического товарного производства Уже перескочили Капитализм Ну да Ну нет еще Значит два замечания еще Производительная сила труда С какой стороны труда касается Отправ или конкретного Конкретно Конкретно Вот важное замечание Всегда И вот это на этом Параграфы А стоимость это вообще абстрактная затрата Конечно Да Так что Производительная сила труда Это исключительно Сторона Конкретного труда Но и рост Влияет на изменения Влечены Стоительной стороной Интересно Получается Вывод Восемь часов Мы закончили параграф Интересно На выводы Ну вот вывод Остановку задач В следующий раз Мы рассмотрим Форму стоимости Форму стоимости Хотя У Марса Называется Форма стоимости Хотя Тут разные Формы стоимости У Марса Так называется Форма стоимости Лиминовая стоимость Параграф 3 Хотя Вот это вот здесь Биолектика Конечно Форм стоимости Мы тут увидим Иван Можно вопрос Задать По существу вопрос Мы очень Немного Натратим Времени На первую главу Мы очень много Тратим Времени На ваши Отвечения Вы постоянно Отвлекаете И мешаете Нет Подождите Давайте Не в рамках Занятия Просто вопрос По моему То что осталось В принципе Мы уже Рассматривали Это понятно Нет Мы рассмотрим Подоль Дополн До полного Усвоения Материала Это называется Штудирование Вот то что мы Прошли До сих пор Это более Менее понятно И мы вот Очень важную Сегодня Факту Становили Сам Маркс Неоднократно Говорил Самое сложное В понимании Капитала Малевого Капитала Это понимание Первой главы Нам остался Последний Ничего страшного Я думал Что на следующем Там фетишизм Там фетишизм Товар Добьем Фетишизм Значит Вот тут Это вот Сегодня мы Очень важную Вещь установили Что Общественный Прогресс Должен вести К снижению Стоимости Товаров И поэтому То что Вот мы Видим Когда чуть ли Никак Что-то Само собой Разумеющееся Подают нам Что цены Все время Растут 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 А вот Новые товары Они якобы Лучшие И они Поэтому должны Быть дороже На самом деле Это чисто Искусственное Явление Капитализма Инфляция А цены Они должны С ростом Прогресса Научно-технического Неименуемо Снижаться Что мы Наблюдаем Например В компьютерной Отрасли Где прогресс Идет столь быстро Что снижение Цен Оно Опережает Даже инфляцию И мы видим Что компьютеры При улучшении Их потребительных Качеств И вообще Вот всякие Вот эти Айти Приражения Они стремительно Дешевеют Даже на фоне Всеобщей инфляции Вот это Вот очень Важный момент Ибо И сюда Вытекает Опять же Вот Может несколько Забегая вперед Что Оптимальный Способ Управления Экономикой Прановой В первой фазе Коммунизма Это понижение Цен По мере Улучшения Повышения Производительности Труда Что и было Нами Продемонстрировано В нашей стране В послевоенные Годы Вот это Вот Снижение Сталинских Цен Это не Мирость Сталина А это Отражение Объективных Экономических Закономерностей И все Ждали Марта Мартовских И еще Два слова Буквально Ну оно Капитал И не имеет Сталинские Сниженинские Да Имеют Прямое Потому что Если мы Прочтем Капитал И мы Этого Не будем Понимать То грош Цена Нашему Изучению А если Мы тут Почитаем Капитал И по нему Правильно Не перебивайте Вы мешаете Значит Отсюда Вот еще Такое Вытекает Вот Мы Говорили Довольно Много Об ошибке Сталина О признании Закона Стоимости Действия О признании Сталином Закона Стоимости В сфере Производства Товаров Народного Потребления Вот видно Что Отсюда Что Вот мы Изучив Вот это То что мы Изучили На сегодняшний День Мы видим Что вообще Говоря На основе Закона Стоимости Появляются Такие вещи Ну Довольно Прогрессивные То есть Это снижение Стоимости Продукции По мере Повышения Производительности Труда В частности И отсюда Вот Большой Сообраз И Поэтому Это вообще Говоря Непростая Борьба С монетаристами Со всякими Которые Требуют Освободить Закон Стоимости Даже От влияния Монополий Современного Монополистического Капитализма И отсюда Вот Непростая Борьба Шхай В умах Людей В начале 50-х годов Когда Обсуждаются Учебник Политэкономии Вот Как Все Таки Как На основании Какого Закона Сделать Так Чтобы Предприятиям Было Выгодно Снижать Цены Повышать Производительность Труда И тем Самым Снижать Цены На товары Народного Потребления И вот Не нашли Ничего Лучшего Все-таки Чем С подачи Сталина Начать Раскручивать Вот Закон Стоимость Начать Возвеличивать Закон Стоимости Увеличивать Момент Товарности В экономике В конце Концов Запрокинули Экономику Абсолютно Сталин На практике На практике Сталинские Годы Все делалось Правильно У предприятий Важнейшим Показателем Броснижение Себестоимости Продукции И это Продвигало Вот это Снижение Затрат На продукцию И соответственно Падали розничные Цены По мере Затоваривания И так далее Вот Но Все-таки Политэкономию Социализма Тогда не смогли Разработать Потому что Вот то Что там делалось Интуитивно На самом деле Было Открыть Такой закон Потребительной Стоимости Уже позже В конце Семидесятых Годов И это Вот уже Закон Коммунистической Социалистической Экономики Это Но это Еще Постояло Открыть А к чему Я все это говорю Что вот Здесь Не просто С этим Законом Стоимости И как видите Он очень хорошо Справляется С регулированием На определенном Этапе Исторического Развития С регулированием Экономики И принуждает Повышать Производительность Труда И снижает Стоимость Вслед за этим Но вот Отсюда Исобразен Это не от глупости Какой-то Сталина А от того Что вот Закон стоимости Тут надо Очень понимать В какой экономике Он работает В какой нет Вот это вот Здесь Виктор Иванович Может что-то Хотели Ну вообще Я бы конечно Насчет позиций Сталина Уточни Давайте Он занял Двойственную позицию И вы отразили Одну сторону А это Относительно Товаров Народного потребления Относительно Товаров Сталин Занял Совершенно Правильную Марсистскую Позицию Тогда Сказал Что Средства Производства При социализме Не являются Товарами И соответственно Не действует В сфере производства Средств производства Закон стоимости В то же время Он сделал Да Вот Ошибку Сказал Что В сфере Товаров В сфере Производства Продуктов Потребления Действует Закон стоимости То есть Товар Потом Умер Следующие Кто за ним Было Они Правильно Совершенно Правильно Марсистскую Позицию Сталина Отбросили В сторону Делали Что Нет А вот Эту ошибку Возвели В абсолют Такую Дочтали Потому что Если В практике Совершенно верно Вопрос Конечно Требует Исследования Их Назвать Самилики Удающиеся Практиков Которые Выявили Обосновали И В практику Социалистического Хозяйства Невели Совершенно Правильный Показатель Снижение Себестоимости Не рост Стоимости Как Прибыли Прибыль Нестоемостные Объемы Снижение Себестоимости Как Главный Показатель Оценка И Деятельность Приприятия Наряду Естественно С натуральным Веществом Ну Такое Небольшое Точнее Ну Спасибо Прекрасно Спасибо Хорошее Занятие Я считаю Думаю Что Что Мы Прошли Мы Более Менее Прошли Особенно Александр Владимирович Задание Мне Вот Надо Прочитать Форму Стоимости Самую Первую Простую Относительно Вы Думаете Это У нас Четки Занятия Нет Наверное Форму Стоимость Можно Ты Пробежишь Правильный Фетиш Правильный Александр Владимирович Сказал Там Денежная Форма Уже Проще Будет Занятия Посвидеть Форму Стоимость И все Я думаю Следующее Занятие У нас Будет 15 Декабря Это Пятница